Я, честно говоря, не очень помню, как Гавайи поют, но кокосы, пальмы наводят примерно на как раз... Как же там за название? Я помню только вешать. Вот, точно! Привет, дорогой! Привет, Игорь Иванов сегодня с нами. Здесь специалист по... Нет, я себе выписал, чтобы не... Руководитель перводела, специалист по качеству продукции, руководитель отдела по связи с общественностью. Именно он сегодня будет защищать молодой, но очень дерзкий бренд. Друзья мои, да. Снекфабрик сегодня у нас в прямом эфире. Всем здравствуйте! Начали-то мы с жаркого лета, а в московском регионе зима. Выпал снег сегодня, да. Я вез сюда вот это вот летнее настроение. Ну ладно, зато у нас здесь сейчас будет летнее настроение. Пусть там будет снег, и у вас, я надеюсь, тоже оно сейчас будет максимально летним и теплым. Это круто. Слушай, я очень рад, что добрался с аэропорта, успел. А ты прилетел прям из... Да буквально вот прям, буквально с производства к вам. С Тольятти. Производство у нас в Тольятти. Ребят, запоминайте, как там погода, кстати, у вас. Там, кстати, лучше, чем здесь. А почему ты считаешь, что это плохо? Я сразу вспомнил Новый год. Теплей. Давай так, теплей. Вот, понимаешь, вот так теплей. Ребят, здравствуйте. Наверное, надеюсь, на душе у вас тепло, потому что сегодня прямой эфир. Вы вновь на зоне крупнейшей интернет-площадки нашей страны. И сегодня говорим просто, понятно, внятно, что, зачем, почему. И действительно, снэк-фабрик, что же новенького он преподнес нам? Из чего он сделан? Что это? Перекус? Это лакомство? Это десерт? Нужно ли его брать пакетиком и есть, например, в машине, в перерыве? А может быть, даже можно придумать с ним настоящие рецепты? Это что-нибудь вкуснее. Это уже намек. Вот, вы же понимаете, что мы на кухне. Значит, все не просто так. Игорь, ну, во-первых, давай рассказывай. Бренд на самом деле, что несколько лет назад, я, честно говоря, о нем не слышал. Это относительно молодой бренд. Это недавно на рынке и уже пользуется популярностью. И у нас уже была встреча, была встреча с этим брендом здесь же, на этой площадке. Если вам интересно, пролистайте, посмотрите историю прямых эфирных. Записи все сохранены. В отличие от того эфира, здесь появился один новый продукт, на котором мы сегодня сделаем акцион. Это чипсы. Это цельнозерновые чипсы, которые сделаны из крупы кукурузной и рисовой. Но чуть-чуть попозже, чуть попозже сюда. Я просто сейчас хочу, чтобы было общее понимание бренда Снегфабрик. Что это такое? Это полезные, доступные и полезные сладости. Полезные сладости, ну, это уже не такое сладкое. Но это всеми любимые чипсы. Всеми любимые вкусняшечки, перекусики и так далее. Но сделанные из сахара, исключительно из натуральных продуктов, по высочайшему качеству рецептов. Вот, допустим, овсяное печенье, которое у нас здесь, это настоящее овсяное печенье. Потому что здесь содержатся три вида овсянки без муки. Если ты обращал внимание на овсяное печенье, то в основном они сделаны с помощью пшеничной муки или еще какой-то другой. Но овсянки там не очень много. Здесь же у нас овсяные отруби, овсяные хлопья и овсяная мука. Основные ингредиенты. Дополнительная порция клетчатки, яичный меланж. Все это перемешано и с любовью сделано. Клюква настоящая. Здесь настоящий орех добавлен. И шоколад без сахара. А зачем вы так делаете? Чтобы было вкусно. Да ну прекрати. Чтобы нельзя было оторваться. Побольше химии, побольше консервантиков, каких-нибудь ароматизаторов и так далее. Слушай, ну реально, подожди, написано вот без сахара. Я тогда не очень понимаю, какая патока там какая-нибудь или что? Нет, нет, нет. Там исключительно подсластитель, который заменитель сахара, назовем это так. Подсластитель, который к сахару не имеет никакого отношения. Это вкусненько, это ароматненько. Но это сделано исключительно с натуральными ароматизаторами, как ты только сказал. Кто-то добавляет идентичным натуральным. А у вас прям? Прям вот, прям натуральный. Ну и здесь настоящий орех. Слушай, можно чуть-чуть откроем? Да конечно, давай открывать. Раз об этом заговорили. Так, давайте, ребят, какой откроем? Всем привет, здравствуйте все, кто в чате. Подсоединяйтесь, пишите. Всем позитивного шоколадно-сливочного настроенного эфира. Ооо, красавец. Так, какой откроем? Шоколадная, клюква или лесной орех? Кстати, заодно интересно посмотреть, какие у вас припочтения. А тебе какой? Я бы, наверное, знаешь, я бы клюкву открыл. Вот молодец. Да, конечно. Потому что все-таки шоколад, он понятен. Орех, ты тоже представляешь, что ожидать можно. Ну а как же клюква? Это что-то интересное. Давай. Так, Ольга со мной согласна. И Анна согласна. Ты посмотри. Смотри, Валентина пишет. 243, пару дней назад были 219. Знаешь, по цене? Ребят, ну вот с этим не знаю. Кстати говоря, вообще-то скидки. Вообще-то скидки. Да, кстати. Давай посмотрим, сколько они сейчас стоят. 243 рубля. Ребят, ну вы все понимаете, да? Лучше урвать под скидки сейчас. Потому что то, что было неделю, а то, что было 3 года назад. А сколько машины стоили еще 2 года назад. Я вот не успел, честно говоря, обменять ее. Ну да ладно. Так, открываем. Овсяное печенье с клюквой. Куки, без пального масла, с ягодами клюквы. Для всей семьи. 9 штук, без сахара, снек-фабрик. Удобно, в коррексе. Печеньки сохраняют свой внешний вид и чудесно себя чувствуют. Слушай, сколько их в сохранении? Ну, посмотри на этой. Ну, просто мне интересно купить, знаешь, сейчас сразу 10 пачек. Ты столько, ты столько не просмотришь на них. Съешь моментально. Так, вот такие вот печенюхи. Да. Вот такая клюквка. Слушай, я попробую, мне интересно. Скажи мне, а они как-то выпекаются, да? Они выпекаются. Это не жарится, это именно выпекается. Слушай, посмотри. В таких больших, огромных печах. И, смотри, это прям клюкла. Это клюква. Кусок клюквы. Прям ягода. Ягода, да. Обалдеть. А вот это вот неплохо, смотрите, да? Просто клюква. Взяли, положили клюква. Ну, да, кто так готовит сейчас? Вы альтруисты какие-то. Это люди, которые делают вот такой вот качественный продукт. Ну? Прикольно, что они непритерно-сладкие. Я вообще-то это не очень люблю, да? Как бы сладкое не было. Я думал, что пожестче будет консистенция. Ты говоришь, там, без муки, без всего такого, да? Ну, нет. Приятно жуется. Гармонично. Клюковка дает такой свой микантный оттенок. Кистинка. Очень круто. Вот эта смесь, когда она смешивается. Смесь, когда смешивается. Ну, и да, обрати внимание, что чувствуется, что это овсяная действительно печенька. Не какое-то пышное, которое якобы называется овсяным. И якобы имеет овсянку в составе. А именно прямо здесь очень много овсянки. А что это значит, Андрей? Это значит, что скушав такое печенье, вы получаете заряд энергии на продолжительной дистанции. То есть, если мы говорим о быстром углеводе, вы получаете энергию прямо вот в моменте, то здесь это печенье поможет вам как можно дольше получать вашему организму ту нужную необходимую энергию для того, чтобы двигаться, ходить, сидеть, разговаривать. Общаться с вами и так далее. То есть, это гораздо более эффективный, сложный углевод, нежели в каком-то простом печенье, где есть сахар и мука. Прикольно. Это по функционалу, конечно, гораздо больше. Ну, значит, его можно чуть больше съесть, чем обычного. Но организм это будет влиять по-другому. Но нужно всегда обращать внимание на калорийность. Все-таки продукт имеет свою калорийность. Нет такого продукта, который не имеет калорийности. И на каждой упаковке есть аннотация к употреблению. Смотрите, сколько написано в порции. Есть специальная шкала на порцию, на 100 грамм. Ну, кто следит. Кто следит, да. Поэтому я редко знаю эти таблицы. Ну, да ладно. Так, слушай, вкусно. Реально огонь. Вообще, мне вот эти, знаете, почему я сразу на них обратил внимание, захотел открыть? Желтая яркая солнечная упаковка. Прям огонь. Вообще топ-дизайнером. Прикольно очень выглядит. На стол так поставить. Или, например, на работу взять кого-то угостить. По-моему, классно. И будет радостно. И будет радостно. Так, ну, лесной орех, шоколад, окей. Мы потом посмотрим. Овсяное печенье со вкусом детства есть? А так это оно и есть практически. Шоколадное печенье, возможно, вам напомнит вкус детства. Класс. Наташ, попробуй. Было такое, кстати, печенье. Было такое? Да, действительно, здорово. О, захотелось... У нас, может быть, разное детство, но я думаю, что мы говорим примерно об одном и том же. Опять овсяная жизнь. А, значит, захотелось сразу этого печенья? Ну, смотрите, берите. Скидку сразу видите, узнайте, увидьте. И помните, что в течение двух часов у нас с вами будет это предложение. Так, слушайте. Давайте вот что. Так как у нас здесь есть все-таки и сладенькое, и солененькое. Так. Давай сделаем небольшую голосовалку. Просто соберем статистику. Кто за солененькое, а кто за сладенькое. Через несколько мгновений появится голосовалка. Итак, соленый или сладкий. Посмотрим, как мы разобьемся. Кто же победит? От этого будем строить дальше наш обзор. Посмотрим, что-нибудь. Может, это будут батончики, может, это будут чипсеньки уже. Может, это будет вот это вот паста. Это просто отвал башки, ребята. Это надо попробовать. А вот это я не пробовал, честно говоря. Что это такое? Это кеш-ю. Да, паста из кеш-ю. Как это интересно. Сегодня обязательно это нужно будет сделать. И, как вы уже поняли, как вы уже поняли, Снэк Фабрик – это про ваши любимые сладости. Про вкус детства. Про то, что вы всегда покупаете себе к чаю или своим любимым, родным, дорогим и близким людям. Сладкая победила. 1186 баллов. Сладкая победила. А я как раз потянулся вот за теми батончиками, с которых мы начали. Это кокосовые батончики, которые, я уверен, кому-то что-то напоминают. Но дело в том, что мы пошли дальше. Снэк Фабрик, ребята, пошли дальше. И сделали целых четыре разных вкуса. С ананасом, манго-маракуйя, классический. И двойной шоколад. Шоколад в шоколаде с шоколадом. И шоколадный кокос. Вот такие три вкуса есть. Обалдеть. Открывай, Андрей, какой тебе нравится. Ты понимаешь, я хочу пинаколада, потому что иногда, когда получается, летом куда-нибудь поехать на пару дней в отель, все включено, ты заходишь и говоришь, можно мне две пинаколады, пожалуйста. А, это так звучит круто, сочно просто. Итак, no sugar, high fiber. Это дополнительные порции клетчатки. А, клетчатка даже. Да, конечно, полезная клетчатка, которая является пребиотиком, которая помогает нашему организму, помогает нашей пищеварительной системе в создании полезных бактерий, которые помогают вам же в пищеварении и налаживают его работу. Смотрите, кокос и шоколад. Классика. Но здесь в пинаколаде здесь добавлен еще и ананасик. Прям кусочки ананаса. Пили когда-нибудь пинаколад, ребят? Вот это жевательный пинаколад. Реально круто вообще. Классно. Так, ну скажи, насколько они напичканы химозой различные? Как и вся остальная продукция, которая здесь представлена, здесь нет никаких химических консервантов. Здесь исключительно натуральный. Как видите, кокос натуральный, который перемешан вместе, никакой патоки. То есть там вот эта самая клетчатка, из нее готовится специальный такой связывающий элемент. Я не могу назвать его сиропом, потому что это будет звучать все-таки как-то сахарно. А вот готовится специальная консистенция, которая как раз и перемешивает, помогает замесить кокосовую стружку. Если вы готовите у себя дома и когда-нибудь готовили какие-нибудь кокосовые вкусности, вы знаете, что кокосовая стружка она сама по себе суховата. Вот ее нужно связать чем-то. Связать чем-то. В основном это связывают, конечно, какими-то сиропами и патокой. Но на Снэкфабрик это делается при помощи клетчатки, водорастворимой клетчатки. Вот в этом и секрет. Поэтому все здесь связано не с сахаром, а именно полезными ингредиентами. И натуральный ароматизатор, конечно же. Попросили все сравнить, посмотреть, какой больше понравится. Ребята, ну вообще, конечно, вот такие батончики имеют у себя постоянно там в сумке, в машине, как перекус, в пробке, дать ребенку в школу, забрать себе в институт или просто после тренировки съесть. Это реально классно. Это просто обалденно. Это невероятно вкусно. Вкусно, невероятно питательно. Так, попробуем все вкусы. Ну, открою сейчас классику. Значит, первый был у нас пиноколада. Классика это вот это. А это? А, это чоколад. Это много шоколада. Много шоколада. Опять же, нет сахара, ребята. Это шоколад, которым покрыты и вот эти батончики. Мы к ним вернемся сейчас. А здесь собственный шоколад, собственное производство, без сахара. Бомба шоколадная. Вы видите, это кокосовая стружка, которая перемешана с шоколадом и покрыта шоколадом. То есть, это такой, если вы любите кокос в шоколаде, то это вот туда. Давай-давай-давай. Пока-пока. Смотри, твои ощущения. Ну, вот, слушай, как интересно, сбалансировано. Я же не могу сказать, что преавалирует во вкусовых качествах. Кокос или шоколад. Кокос чувствуется, и шоколад чувствуется. А ты скажи, ты когда-нибудь вообще видел что-то подобное из простых сладостей? Ты знаешь, нет. Я, честно говоря, не так часто покупаю себе сладости, но вот так на первый взгляд не могу вспомнить. Вот, да, да, да. И мы смотрели и анализировали, какой же нам сделать вкус. И вот такого вкуса, ребят, ну, это точно вы не найдете, потому что это шоколадная вот эта вся история. Но главное, что она без сахара. Это вообще удивительно. С полезными жирами, которые... А? Нет. Так, Саша, ну что? Мне какой открыть? А вот такой же. Шоколадный? Вот. Отбираем Саши. Сейчас будет сжевать, понимаете, и работать. Что это вообще такое, Саша? Как бы им есть, так бы им работать. Так, шоколад на шоколаде. Так, и теперь откроем, давай, шоколад. Да, вот это вот, манго-маракуйя. Ооо. Необычное сочетание. Необычное. Очень тропическое, очень интересное. Открывай, пробуй. И тропическое. Интересное, правда? Ну, надеюсь, что ты сейчас опять окажешься в том самом отеле, который ты вспоминал. Я давай в другом. Да, в другом? Хорошо. В другом пятизвездочном. В другом пятизвездочном, где ультра-мега-сё. Ооо, какой аромат. Вот здесь, ребята, и манго, и маракуйя сублимированные. То есть, это настоящий манго, настоящий маракуйя, который сублимировали, перетерли в порошок, привезли нам на производство, и мы это положили вот в эти батончики. Вот так это выглядит. А вот так выглядит лицо человека, который впервые пробует. Слушай, пиноколад на втором месте, прости. Шоколад на третьем оказался. Блин, это очень круто. Это так свежо. Это так классно. Это сразу какой-то, понимаешь, это сразу рождает образ какой-то. Ты вот его ешь. Впечатление, да? Это так интересно, когда вкусовые рецепторы образ создают. И иногда, знаешь, проходишь, например, какой-то аромат, и ты вдруг вспоминаешь что-то, да? Да, где-то окунаешься. Здесь так, вкусовые, ты просто... То, чего... Огонь, ребятам. То, чего сейчас... Здесь тоже сахара нет? Все без сахара. Шоколад у сахара, да. То есть, все, все, абсолютно вся продукция не содержит добавленного сахара. Слушай, а как они у тебя продаются? Поштучные или нет? Мне очень интересно, правда. Коробочкой. Коробочкой? А сколько в коробочке? Ах, ты прям снял вопрос с языка, который я хотел задать. А я не буду так показывать. А ты пока не говори. А я не буду говорить, а я не буду спрашивать. Ну, тогда у нас как раз время, может быть, и подошло для первого розыгрыша. Это что? Давай. Давай. Сколько штучек вмещает вот эта вот коробочка? Сколько штучек в коробочке? Поехали. Сколько штучек в коробочке? Сколько штучек в коробочке? Тан-та-та-та-та-та-та-та... человек, который угадает, как раз получит вот такую коробочку. Ассорти батончиков Коко от Снэк Фабрик. Там будут все вкусы. А подожди, там будут все вкусы? Вот такая же коробочка, вот точно такая же придет победителю. Где будут? И пиноколада будет, и тропик, и классика, и шоколадный. В общем, все-все-все. Слушай, ну, я не знаю, знаешь, иногда просто бывают коробки одного вкуса, и ты думаешь, ну, дороговато купить, хочу попробовать все. Это коробка ассорти. Игорь, спасибо тебе, дорогой, ну, наконец-то, можно все попробовать. А то и это нравится, и это нравится. И сделать выбор в свою сторону. Да, какой потом нравится. Коробка классных батончиков, ребята, полезных, с натуральными ингредиентами, без сахара, тяжеленькая. Смотрите, сколько все это ваше может быть. Просто попробуйте, а потом уже будете решать, кому, что, сколько раздавать. Если можно весь месяц есть, а можно раздавать родным, близким, друзьям, приятелям, и это очень вкусно. Итак, смотрим правильный ответ, кто же был у нас, что мы сделаем, первый? Вот уж не знаю, если вы попробуете такой батончик, захотите ли вы им поделиться, или все это будет схомячено где-нибудь под одеялкой, потому что в основном так и происходит. Это любовь, любовь просто с первого укуса, и уже никому не хочется отдавать, хочется все съесть сама будет. Так, ну чего, смотри, давай так поступим. У нас, ну, понимаешь, все, все ребята за рандом, конечно. Давай, может быть, что-то не хочешь, первую сделай. Почему? А, все было? Ну, нет, у меня, конечно, есть кто первый ответит. Так, но есть какое-то но? Ну, есть. Ну, хорошо, второй раз. Смотри, я просто, знаешь, ребята пишут, у кого-то интернет слабый, у кого-то это не слабый. И они говорят, давайте вот так, где нажмешь, если будет 30, то тот победил. Ну, как вот так? Ну, хорошо, давай. Хочешь первую? Кто был первым? Нет, смотри. Давай, кто был первым. Смотрите, был такой уже опыт проведения конкурсов онлайн, всяких розыгрышей. И я считаю, что качество интернета — это и есть та самая лотерея и та самая удача, которая... Как мы тебя сразу не любим. Либо благоволит тебе, либо нет. Поэтому ты можешь знать ответы на все вопросы, но вот чуть-чуть не повезло с интернетом. Поэтому тот, кто первый, тот и молодец. Игорь. Так, хорошо, ну давай вторую тогда сделаем так, если получится. Хорошо, если получится. Окей, все. А кто был первым? Пришли мне. Прислал уже? Так, первым была Валентина. Валь, 30 штук ты написала? Да, именно твой вариант. Мы засчитываем как правильный. Валя, пиши сразу свою почту и получишь ассорти коробку батончиков из 30 штук. Она сейчас тоже, ребята, доступна. Итак, если вы посмотрите, залезете и 30 классных штук, 30 разных батончиков, четырьмя различными приятными вкусами достанутся именно вам. Осталось мне открыть только вот это, да? Классика. Классика. А я у вас пока спрошу вот что. Что вы предпочитаете? Кокос или манго? Итак, запустим голосовалку. Я, честно говоря, сразу за манго. Мне это действительно нравится. Кокос я не всегда сам лично выберу. Это классический кокос, вкус, к которому многие привыкли, который многие знают, которые многие понимают, что это такое. Поэтому здесь, может быть, каких-то открытий не будет. Но самое главное, что это без сахара, что это из высококачественных ингредиентов, и это можно себе позволить не только утром, но и днем, и вечером, и даже на ночь тоже можно съездить. А знаешь, что я тебе скажу? Ну-ка. Есть же знаменитый бренд, который... Да ну я про это и говорю, что этот вкус знаком. Ты знаешь, я бы, закрыв глаза, не знаю, определил бы. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, немножко по структуре, немножко другое, но по вкусовым качествам очень круто, очень круто. Кокос и шоколад молочный. Сочетание максимально классическое, максимально всем знакомое. Поэтому так, поздравляем. Так, кокос победил? Кокос победил. Блин, я уже пропустил, пока ел. Классический кокос победил. Манго проиграла? Ребята, это потому что, Андрей, это потому что не пробовали, ребята, вы кокосовый батончик манго-маракуйя, потому что он есть, наверное, только у Снэкфабрик. Где еще такое сочетание, можно встретить. Ребята, пробуйте. Пробуйте. Кстати говоря, вот это вообще, вот это, да? Манго-маракуйя. Это абсолютно эксклюзив. Попробуйте. Саш, ну, знаешь, что тут есть надо? Второй батончик, видите? А вы говорите, с друзьями поделиться. Нет. Слушай, ну прикольно. Вот он, вот он. Ребята, 30 штук в этой пачке. Забирайте себе и пробуйте все вкусы. Это ассортишка. Возьмете себе на работу, закинете ребенку в школу, положите тебе в сумочку и в пробки. Просто вас спасет, реально. Это, конечно, не заменяет полноценное питание, но очень поддерживает. Очень поддерживает. Ну, Саня, ты тоже можешь. Уж гораздо, гораздо лучше, полезней и эффективней для вашего организма будет съесть именно такую штучку, нежели вы съедите какой-то сахарный батончик, который, кроме как большой дозы углеводов, вам ничего такого хорошенького и не даст. А вот здесь даст. Итак, спрашивают, как же оформить заказ по скидке. Ребят, ну скидка уже прописана. Смотрите, например, вы выбираете... Слушай, я прям так, я очень хочу вот этот, вот этот ассортишку, вот эту. Мне очень нравится. Кстати, можете прочитать. Инулин, жирные кислоты, клетчатка, все это тоже здесь есть. Смотрите, мы закидываем... Купить в один клик, да? Закидываем в корзину и все. Все оформляем онлайн, оплачиваем онлайн. Скидка уже применена, поэтому делайте свой выбор. Так, хорошо. Батончики огонь. Круто. Что еще есть? Еще одни батончики, которые хотелось бы продемонстрировать и которые сегодня примут участие... Как вы видите, здесь у нас стоят ингредиенты. Мы сегодня что-то все-таки сготовим. Еще одни батончики, которые тоже, скажем так, сделаны под воздействием влиянием одного очень известного бренда. И, кстати, и, кстати, совершенно недавно лежал этот батончик в соседнем кабинете в нашем офисе. Я зашел в гости и смотрю, лежит... Я в полной был уверенности, потому что вот так вот он выглядит, ну, как тот самый батончик. Вот в таком вот варианте, да, то есть цвет. И он лежал вот так вот нарезанный. Я подошел, думал, о, давненько не едал я того батончика. Дай-ка попробую. Съел, думаю, ну да, да, вкусно, вкусно. А потом смотрю, а это снекер, представляете? То есть я не отличил. Давай попробуем, давай проверим на тебе. Эксперимент. Итак, что это такое? Это ореховый батончик. Арахисовый, назовем его так. Когда мы уже выяснили на одном стриме, что арахисы – это не совсем орех. Итак, это арахисовый батончик с арахисовой пастой же внутри, покрытый шоколадом молочным. Конечно же, все без сахара. И вот такую он имеет внутреннюю консистенцию. Это не нуга, которая привычно мы видим в батончиках, это как раз арахисовая паста, перемолотая. Это все арахис. Плюс наша фирменная карамель сверху к нему добавлена. Тоже без сахара, конечно же, все это. Так, и… Похоже? Похоже, но я бы отличил. Ты бы отличил? Хотя, конечно… Кто его знает? Знаешь, потому что это все-таки мозг и работа, я бы даже не подумал. Ты представляешь, что это именно то же самое, ты ешь и такой, ну да, да, да. Потому что я сейчас, ну как бы прислушиваюсь к твоим ощущениям, да. Интересно, вкусно. Блин, очень вкусно. Ну вы даете, а? Поэтому, поэтому, да, поэтому, если вы привыкли к вот такого рода батончикам, перекусывать ими или пить с ними кофе или чай, или дети у вас тоже очень любят сладенькое, но вы бы не хотели их загружать лишним сахаром, обратите внимание именно на эту продукцию. Здесь ничего лишнего, исключительно, еще раз хочу сказать, натуральный ингредиент, если мы говорим про снайкер, то это орехи, шоколад без сахара и, опять же, дополнительная порция клетчатки есть везде, которая будет полезна не только взрослым, но и детям 100%. Классно. Ребята, мы не спрашиваем сейчас, сколько там штук, а то начали уже писать. Не было еще вопросов, не переживайте. Следующий вопрос будет посложнее, кстати. Да, кстати, посложнее, поэтому там кто первый будет, наверное... Саша, ты издевающий, что ли? Итак, откуда приехал голодный? Сейчас мы посмотрим, сколько нужно съесть батончиков, чтобы наесть. Чтобы упал оператор. Понимаете? На, держи. Ну, кстати говоря, это очень вкусно, действительно. Так, хорошо. Здесь уже отдельная прям пачка, 12 штук их. Срок годности, ребята, год. Арахис и карамель. Можете забирать, питаться. Ну, это уже по калории. Это уже несколько часов есть, потом не захочешь после этого. И здесь обратите внимание, что все-таки арахис – это хороший источник растительного белка. Тоже очень важно, что поможет вашему организму для восстановления, для создания новых клеточек. Ну и вообще, арахис хорошо. Обратите внимание, у кого-то может быть аллергия, поэтому внимательно. Так, где он, где он, где он? Вот он. И 12 штучек, ребята, это не так уж и много, поэтому... Вот они, арахис батончик. Очень вкусно. Да, есть еще, давайте я сразу обращу внимание, потому что есть еще вкусы с пундуком и с фисташкой, они тоже по скидке. Если вы хотите каких-то экспериментов, вот в данном случае, то опять же мы даем такую же возможность. С фундуком и фисташкой? Класс, интересно. Есть отдельно фундучный, есть отдельно фисташковый. Обязательно попробуйте, поэкспериментируйте, это все очень и очень интересно. Слушай, а есть еще вот это я не вижу в стриме, панкейк. Да, это есть, но сегодня здесь этого нет. Да, здесь нет, просто немножко расскажи, если кто захочет. Это панкейк, это блинчики, которые мы, кстати, с тобой примерно готовили. Это примерно то же самое, только без дополнительной порции белка. Это все сделано на цельной зерновой муке, без сахара и с начиночкой внутри. То есть это готовые пышные панкейки внутри с очень вкусной начиночкой. Малина просто, просто сумасшедшая. Прям малина-малина. Сумасшедшая. Я теперь верю, потому что я это все вижу. Понапихали туда реальных ягод, понимаешь, реального манго. Очень вкусно все это делано. Так, хорошо, вы говорите, что 12 штук, но в описании 20 штук упаковки. Так, в упаковке 20 штук, а не 12. Какой? Так, давайте тогда сориентируемся. Подождите, 20 штук в упаковке, может быть, это ассорти каких-то других батончиков. Потому что здесь вот такой вот бокс. Смотрите, вот сейчас, Саша покажет. Вот смотри, вот здесь 20 штук. Это не обновленная карта. Это фундук. Фундук, 20 штук. Возможно, у вас есть такая штука. Прикольно. У нас здесь сегодня 12-ти штучные батончики, 12-ти штучные боксы. Обращайте внимание, слушайте, ну это очень хорошо. Ну, как-то так. Значит так, ребята. Значит, сейчас они выпускаются по 12, а пока на Озоне можно купить по 20 штук. Ну, прикольно. Да, это же прикольно. Да, классно. А завтра уже будете продавать его как за 12. Купите себе 20 штук. Вот такой бонус у нас прикольный. Итак, одни батончики, вторые батончики печенья кокосовые. Давай дальше, потому что нам готовить уже скоро надо. Да, уже надо готовить, время идет. Немножко все-таки поговорим вот об этом. О чипсах. Итак, все мы любим хрустяшечки. Ну, все мы любим похрустеть, да. Кто-то любит сухарики, кто-то любит чипсики. И создавая все вот это, ребятам из снегфабрики хотелось сделать какой-то продукт, который будет прям вот вообще максимально семейный. А что может быть в себе ничем чипсы, когда можно сесть, вместе открыть и прям вот из пачечки похрустеть. Но! Одно большое но. Как сделать чипсы, чтобы они были максимально полезными? Ну, во-первых, не из картофеля. Конечно, ничего против картошки не имею. Но то, как она готовится и то, как делаются чипсы, скажем так, хорошего, хорошим этот продукт не делают. И вообще многие диетологи выражают такое мнение, что чипсы, именно вот чипсы, картофельные чипсы, приготовленные во фритюре, это самый пустой продукт после сахара. Сначала сахар, который ничего полезного не несет, а второй продукт – это чипсы, которые нашему организму, ну, в принципе, не нужны. Ну, просто вкусно. Просто вкусно, согласен. Плюс все это делается на масле. И сколько раз там его меняют. Очень большая температура и так далее. Здесь совсем другая история. Открываем. Так, значит, какие вкусы? Ты какой откроешь сейчас? Я открываю сметана. Ага. Сметана-лук или томатный? Томатный. Томатный базилик. Отлично. Да, это томатный базилик. Итак, что мы видим внутри? Ну, во-первых, форма, она, в принципе, знакома. Вот такой чипс. Сделан он из крупы рисовой и кукурузной. И готовится он путем взрывной технологии. То есть это не обжаривается, это не запекается. А именно есть специальная машина, которая, собирая вместе эту массу, которая получается из перемешивания всех ингредиентов, она ее, назовем слово, взрывает. И они получаются вот такие вот чипсинки. Ну да, я вижу, Аня, видишь, как тарелочка получилась, видимо, как-то выдавливается. То есть, да, там такая… Не хватит слов объяснить. Окей, ладно, хорошо. Технологии. Хотя, ты знаешь, на самом деле вот Бумбар, если посмотреть, в вашу социальность тех, вы и производство показываете. Это круто. Да, прямых эфиров. Открытая честная команда, очень круто. Я хочу съесть. Давайте поменяем. Попробуем. Вот так вот это выглядит, кстати говоря. Даш, а можно куда-нибудь высыпать? Есть у нас толщечка? Будет хорошо. Так, ну-ка, это я пробую лук. Сметана-лук, да. Слушай, сметана-лук прям… Сань, попробуй. Сметана-лук прям вот-вот-вот. Прям все. То, как мы привыкли. Да, скажи, это прям… Это прям чипсы-чипсы. Вот сметана-лук, ощущение прям вообще. Скажи, огонь. Потому что томат и базилик – немножко другое ощущение. Здесь немножко другое восприятие, да. Да. Немножко по-другому передана ароматика. Потому что здесь идет такое напыление этой самой ароматики. И вот это здесь передает, конечно, гораздо лучше, гораздо понятней вкус, скажем так. Он более привычный. Вот, наверное, даже так я скажу. Да, более привычный. Более привычный. Но то, что это без масла по специальной технологии, да еще и полезно для нашего организма – это прям очень вкусно. Прям вот достаточно. И вот этим прям можно похрустеть в удовольствие. И что, используй. И что используй. И знаешь, что вреда не будет организма. Хорошо. Так, отлично. И еще две пасты у нас, да, есть? И у нас еще пасты, да, до того момента, как мы приготовим что-то из этого и всего. Это паста шоколадно-фундучная, это молочная с кешью. Открывай. Эту я уже, вообще, она выглядит вот так. Я уже специально заранее открыл. Да, спасибо тебе, чтобы я не мучился. Да. Ой, какой паста. Ой, запах-то. Оооо, ну это прям, вот это детство на самом деле. Да. Итак. Чоконатс, без сахара. Как без сахара, удивительно. Все без сахара. В чем преимущество основное этой пасты? Дело в том, что здесь действительно очень много ореховой массы. В отличие от других производителей, которые в некоторых даже и ореха нет, если честно. Серьезно? Да. Просто написано это, да? Просто написано, что ореховая. Да, там ореховая ароматика, да, там пахнет каким-то орехом, но, к сожалению, не все производители кладут ореха. Здесь ореха, ореховой массы. Очень много. Прям вот самого ореха, перемолотого. И опять же, в прямых эфирах мы показываем, как она делается, эта паста. Такая специальная машина, которая доводит до такого состояния. И по вкусу огонь. Я не знаю, но ты знаешь, хорошая шоколадная паста с орехами. Кстати говоря, вот ощущение ореховости здесь, наверное, самое большое, что я когда-то пробовал. Это даже удивительно, потому что думал, знаешь, в процентах можно иногда не почувствовать это. А вот здесь ощущение другое. Как ты отношишься к кешью вообще, в принципе? Ты знаешь, нормальный, да? Да, вполне. Я не могу сказать, что я прям часто покупаю его себе. Ну, когда решить, с удовольствием схрумкую. И вот так он выглядит в пасте. Такой нежный вкус. Мне просто интересно, твои ощущения, многие удивляются этой пасте и испытывают странные эмоции. Интересные, странные, необычные. Ты знаешь, я бы не сказал, что это кешью почему-то. Больше молочный вкус, да? Больше молочный. Для меня больше молочный вкус. Ну, во-первых, сам кешью не обладает такой сильной ароматикой. Да, наверное. Как фундук и арахис. Ой, ну вот это прям, он очень нежный. Ну да. Очень нежный вкус. Ой, какой интересный. А главное, ты знаешь, не могу даже сравнить его с чем-то. Оно что-то сливочно-ореховое, но такое не шаблонный, понимаешь, не шаблонный вкус. Очень интересный. А куда его можно? А куда у него с баночкой? Просто пошел, вы понимаете? Просто пошел отсюда. Да, ее можно кушать ложечкой. Ей можно украшать блинчики. Можно запекать, кстати, всякие кексики, маффины и так далее. Если вы вдруг готовите и у вас есть вся эта история и умение делать начиночкой какие-то кексы, то это отличная штука для этого. Надо попить, нет? Ну и мы сейчас, кстати, и приготовим что-то вместе с этой пастой. Да. Отлично. Так, погнали, ребята. Значит, на все сейчас действует специальное предложение. Да. Ну, вообще, предложение, в принципе, хорошее по тому качеству и многогранности, что мы сегодня представляем, на что мы сегодня делаем обзор. Реально вкусно. Кокосовое печенье просто огонь. И там мы уже посмотрели, что… Давай, просто вкратце еще расскажи, что здесь. Про овсянку, да. Да. И вот ты прям угадываешь мои мысли, потому что прежде, чем мы начнем готовить, мне бы хотелось еще один конкурс провести. Так, ребята, внимание. Приготовились. Ты смотри. И как раз вопрос будет про печенье. Ты прям… Ты просто читаешь мои мысли. Я говорил выше, что из овсянки, какие овсяные ингредиенты находятся в этом печенье. Вам нужно будет их написать. Всего их три. Ага. Если вы внимательно слушали стрим, то вы ответите очень легко. Итак, ребята, три ингредиента. Можно посмотреть, смотря стрим и посмотреть продукцию. В принципе, да. Ребята, давайте в одном сообщении только. Хорошо? В одном сообщении, да. В одном сообщении. Все три ингредиента. В принципе, ну, наверное, можно. Наверное, можно. Ну, короче, смотрите, это уже ваша задача. Погнали. Итак, что мы будем делать? Из этих ингредиентов, из любимых наших вкусняшечек, мы приготовим десерт и салат. Вау. Итак, десерт. Салат. Что себе. В креманочках таких. Так. Что нужно будет сделать? Тебе нужно будет накрошить печенье. Накрошить печенье. Сейчас я тоже помою руки. А мне нужно будет сделать специальную пасту, которой мы будем прокладывать наши печеньки. Итак, ты не против, если я шоколадное открою? Конечно, да. Открывай интересно. Открывай шоколадное печенье. Открывай! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-ие. Так. Чем мельче. Накрошу, тем будет лучше? Да, тем лучше будет. Тем будет лучше. Так, берем. Я пока займусь… Так, смотри, мне прям все накрошить сюда? Кроши сюда. А я пока займусь этой штукой. Конечно, лучше все это делать блендером, но мы покажем вам, что не нужно обладать какими-то феноменальными кулинарными навыками, чтобы сделать себе вкусный и полезный десерт. Итак, это у нас мягкий творог, это паста Snack Fabric, шоколадно-фундучная. Все очень просто. Если у вас есть блендер, просто это будет быстрее. Если у вас нет блендера, можно взять вилочку и спокойненько все это перемешать, и будет вкуснотища. Смотрите, как круто. Так, пока ты перемешиваешь, скажи мне, правильный ответ как засчитываем, кто первый или все-таки рандом размещаешься? А у нас уже есть несколько правильных ответов. Есть. О, смотри, какая красота получается. Что скажешь? Ну, давай рандом. Хорошо, давай попробуем. Итак, смотрите, я должен попасть на ответ, где через запятую написано три ингредиента. Правильный ответ назови. Правильный ответ. Овсяная мука, овсяные отруби и овсяные хлопья. Хлопья, мука, отруби. Хлопья, мука, отруби. Вот так должно быть. Хлопья, хлопья, мука, отруби. Итак, ребята, ну давайте, мои дорогие, надеюсь, вам все обязательно, вам сейчас повезет. Повезет им хлопья, отруби, мука или в обратном порядке. В любом порядке, в любом порядке. Стоп. Хлопья, отруби, мука, овсяная. Пойдет? Все великолепно. Екатерина, 100%. Екатерина, поздравляем. Екатерина, я тебя заскрину. Катя, пиши срочно свою почту, чтобы бренд связался, и ты получишь свой подарок. Кстати, какой подарок? А, подарочек будут те самые овсяные печенья. Все три штучки, и вы опять же сможете их попробовать и сделать свой выбор. На слое вам нравится больше всего. Ну, честно мы сделали, но скажите спасибо Игорю, что он разрешил, ребята. Ставьте лайк, пишите комментарии. Мы сделали это рандом, все получилось, это было круто. А сейчас начнем уже готовить. Это вкусное, здоровое питание, друзья, которого можно есть много, насыщать свой организм. И действительно, сделано все настолько с любовью, настолько качественно. 21 век, конечно, другие совершенно стандарты, но еще и бренд, который хочет сделать. Не просто конкурентно способную продукцию, а сделать ее на порядок выше. Мне кажется, у них это получилось. Сегодня чипсы рассматриваем, полезные, хрустящие, цельнозерновые чипсы со сметаной и луком, или с томатом и базиликом. Сегодня рассматриваем три варианта овсяных печеней. Сегодня у нас ассорти из батончиков. Это просто абсолютный топ. 30 штук. Можно попробовать четырех разных вкусов, а один из вкусов вообще не имеет альтернатив на рынке. Это эксклюзив. Ну и, конечно же, у нас две разные шоколадные пасты. Одна с кешью, а другая с лесным орехом. И вот эти вот топовые батончики. Мощный заряд энергии, очень вкусный. А у меня уже готов крем. Ты смотри, а я еще не приготовился. Уже готов крем. Вот так вот. Все просто, все легко. Но блендером можно, да? Можно блендером, чуть быстрее просто это будет. Но, как видите, просто вилочкой получается отлично. Главное, чтобы паста у вас была не из холодильника. Потому что все-таки она замерзнет. Ее нужно на гладяной бане будет привести в состояние, ну, как минимум, уж не тягучей, но хотя бы эластичной. Назовем это так. Скажи, а вообще хранить надо в холодильнике? Вообще, конечно, рекомендуется. Но можно хранить в прохладном месте, но учтите, что так как здесь все-таки это натуральный шоколад, и натуральный шоколад имеет высокий порог, не высокий порог, а при 22-25 градусах он уже начинает таять, а при, допустим, 18-19 градусах он уже схватывается. Поэтому это, конечно, и имейте в виду. Да, можно хранить в прохладном месте, можно хранить в холодильнике, если, если... Ну, я думаю, долго она у вас не застоится. Ну, наверное, да. Наверное, действительно, это так. Но она очень легко и быстро, и быстро приходит в нужную консистенцию на водяной бане. Очень-очень-очень легко это делается. Так, ребята, сейчас какие-то вопросы. Да, там просто две Екатерины. А, понятно, я понял. Смотрите, кто победил. Да, вот я сделал скрин, да, показываю. Вот мои скрины, вот вся моя галерея, не покажу дальше, что. Вот, Катерина Р. Вот я на нее нажал, да, вы видели? Если что, посмотрите потом эфир. Вот, Екатерина Р. Вот такое сообщение. Вот, поэтому спасибо большое. Ребят, не прочитал сейчас чат. Надеюсь, там нет никакой войны. А то, знаете, с каждым разом все будет тяжелее, тяжелее нам делать вам какие-то подарки. Так, хорошо, я уже покрошил, я что сейчас начинаю? Ты пока выкладывай первый слой печенья. Первый слой печенья, конечно, должен быть. Первый слой печенья. И я пока тоже себе сделаю... Мне, наверное, несколько придется печенья брать. Ну, одного маловато. Одного маловато будет. Маловато будет, как говорили в одном мультфильме. Но первый слой все равно сделаю. А я весь. Правильно, конечно. Все печенье на первый слой. Слушайте, интересный десерт получится, наверное. А я же могу. Так, у нас не так много времени. Поэтому ты пока занимайся десертами, а я тогда пока займусь салатиком. Так, смотри, а мне нужно будет делать слой того? Да, слой того. И оно потихонечку у тебя пропитается. Вот уже пошел первый слой. А я пока займусь салатиком. И это будет вариация на тему. Вариация на тему. Все очень просто. Несколько ингредиентов. Сейчас, да, первый слой Андрей уложит. И он уже немножко начнет пропитываться. Отлично. Пускай пропитывается. Так, ну и дальше та же схема. Да, я пока буду делать. Да, да. А мы пока перейдем к салатику. Итак, салатик. Все очень просто. У нас здесь набор уже готовый различных салатов. Вы можете выбрать, какой вам нравится абсолютно. Все равно. Это помидорки черри и сыр моцарелла. Но самое главное, что это делается очень легко. Во-первых, это просто вот так вот крошится. Салатик. Вы можете взять большой кусочек моцареллы, вы можете взять в брусочках, можете взять вот такие кругляшки. А говорят еще, есть сердечки. Я их не нашел. Но кто-то мне сказал, что есть моцарелла в виде сердечек. Это просто для красоты. Да. А согласитесь, наши производители классно моцареллу стали делать. Да. 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 Скажи, он российский производитель. Да. Ну, и, наверное. Мой любимый Мозданчик уже почти на том уровне, который должен быть. Все быть норм. Итак, немного моцарелла. Так, я еще... Так, 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 ребят, делитесь. Сейчас почитаю чат, о чем вы говорите. Так, ты делаешь моцареллу, добавляешь туда помидоры. А какой будет ингредиент из нашего бренда? Это будут чипсы. Чипсы. Ну, вы понимаете, да, что это заявка на греческий салат, но без курицы или там без лососи или без креветок, которые очень многие предпочитают туда класть. Это будет такой клетчаточный салат. Скажи мне, пожалуйста, ну, наверное, чипсы надо добавлять все-таки попозже, чтобы они не промокли, да? Ну, это нужно добавлять перед подачей. Перед подачей. То есть я сейчас уже все ингредиенты приготовлю, потом мы туда засыпем чипсы и сразу будем пробовать. Ну, естественно, есть еще заправочка. Вы можете использовать такие заправки, как, допустим, оливковое масло с горчицей и лимонным соком, например. А можно взять просто готовую, которая вам нравится, и приправить ей все это вкусноту. Ребята, конечно, можно чипсы и так просто съесть. Ну, что вы, это же творчество. Да, это же просто творчество. Как можно немного разнообразить свои привычные, вкусовые, разнообразить свое меню, свой рацион. Знаешь, на самом деле, когда приходят гости, вот она хочет чем-то удивить. Да, и казалось, такие простые блюда, ну, вот взять, покрошить печенье, творожок и шоколадную пасту туда. Ну, смотрите как, по-новому смотрится, по-новому подается, и какое-то вот радостное творческое настроение. Все-таки приготовление пищи, это, конечно, действительно процесс такой творческий, волшебный. И настроение передается. Конечно, тем более вы можете пофантазировать, добавить что-то еще свое. Это же не обязательно делать так, как мы это делаем. Нет, это бальзамик или нет? Нет, это специальная заправка, она тоже такая с итальянскими нотками. Это томаты и итальянские травы. А-а-а, о-о-о, что-то я даже не видел. Да, такая вот заправочка. То есть там все уже, ну, куда-то я понюхаю. На оливковом масле держим. На мой взгляд, Даня, должно быть очень интересно. Все, мы здесь все перемешиваем. Если хотите, добавьте по вкусу соль. Но мы добавим вместо соли сюда пикантности, мы добавим сюда как раз сметана, лук у нас будет. И немного томатов. Так, а я здесь начинаю, да украшиваю, наверное, свое блюдо, понимаешь? Я бы еще, знаешь, что сделал? Нарезал бы коко-батончиков и ими вот так вот украсил. Прикольно. Да, это будет симпатично. Это будет симпатично. Так, сейчас нарежем. Так, а у нас доска есть? У нас есть доска, держи. Есть нож. Так, нарежем батончики. Финальный штрих. Нарезал батончик. У меня уже почти готов. Прямо вот так вот? Ну, тогда вот так. Хорошо. Хотя мог не спрашивать, мог сам пофантазировать. Да, конечно. Потому что здесь нет же рецептуры. Это мы же придумываем. Так, единственное, что сделаю, разные батончики. Чтобы кому-то попалось, например, с манго и маракуйя. Кому-то попалось тропический. Нет, кому-то попалось пинакалада. Ой, слушай, ну как же манго и маракуйя пахнут. Ребята, возьмите упаковку ассорти. Это просто. Вот о шоколаде с шоколадом погоняет. Это же просто тоже огонь. Это же просто вкуснотища какая-то. Ой, красота. Или же можно попробовать еще и вот этот батончик. Как это называется точно? Снекер. Вот такой батончик попробовать. Здесь уже, смотрите, да? Вот какой батончик мы получаем. Вкуснейший, питательный и с натуральными ингредиентами. Это что тоже немаловажно. Посмотрите, как он красиво смотрится, да? Согласитесь? Так, ну, наверное, будем украшать его. Ну, предположим, вот так. Предположим, вот так. Сделаем такое шоколадное солнце. Предположим, вот так. О, вот так ты решил? А, да, да. Я не знаю, как ты решил, а я вот... Ты же мне доверил его? Конечно. Ой, получилось... Я импровизирую. Летнее. Кокосовое настроение. Летнее кокосовое настроение. Кокосово-ореховое. Кокосово-ореховое. Так, ну что же дальше? Какой-то нам надо завершающий штрих. Как-нибудь, как флаг сделаем. Еще вот так его. Такой вот цветочек у нас получился. Ну, вот так вот. Ну, раз не здорово. Буквально за 10 минут. Импровизировано. Сделали два вот таких вот чудесных блюда. Смотрите, вот. Салат. Сейчас будем пробовать. Давай, давай. Я тоже очень хочу попробовать. Салат попробовать. Так. Все это есть? Ага, прям на тарелочках сейчас. Все красиво. Да, я это все поодиночке съем. Ань, да, конечно. Конечно. Конечно, но вместе-то. Вместе. Я говорю, как это будет вкусно сейчас. Ребят, я рад, что вы с нами на самом деле сегодня. Маловато как-то лайков. Хотя они, в принципе, не нужны. Но, знаете, просто приятно немножко. Вот. Хасбику, значит, привет себе передают. Он активность сегодня позицию занял. Многие на него обращают внимание. Да? Ну, да ладно. Значит, здесь, ребят, моцарелла, помидорка, салат, заправка и чипсы. Да? Вот все. В принципе, больше ничего нет. Вот в этом десерте с обычным сворогом мягким мы добавили вот такую пасту. Вот такую шоколадную. Ну, можете добавить, например, вот такую. Все это хорошо перемешали до единой консистенции. И дальше сделали вот что. Мы раскрошили овсяные печенья. Ну, сделали это прям руками. Можно разные овсяные печенья. Да? И слоями уложили. Все это пропитается. Ну, вот этот десерт, наверное, надо ему минут 10-15. Да, пусть постоит, пока он минут 5. Да, чуть-чуть пропитался. Будем его пробовать? Да, будем, конечно. И украсили вот такими вот батончиками из пачки ассортики. Слушай, ну, во-первых, это ярко. Это да. Во-первых, это ярко. Это необычно. Это полезно. Главное, чтобы чипсы попались. Главное, беру с чипсенькой, да. Так, ну-ка. Вообще хрустящее ощущение в достаточно мягком салате. Это очень вкусно. Это так по-другому смотрится. Ты добавил с томатом, да? И с томатом. А, и со сметаной и зеленью. Вот, сейчас. Видите, только прилетел человек. Наконец-то покормили его. А ты обратно сейчас в столете? Да, после стрима. Серьезно? Ребят, полечу обратно. Очень много дел, работаем. Нужно же творить чудеса. Этим мы займемся в салате. Прикольно. Причем чипсыная... Я думал сначала, что вот эта твоя приправа перебьет вкус. А нет, нормально. Да, есть вкус. Моцарелка вкусная. Ну что ж, приятного аппетита. Спасибо большое и вам тоже. Прекрасный салатик. Да, вкусный. Изумительно. Можно позволить себе... Знаете, очень часто спрашивают, а можно ли... Ваше прощение. Можно ли что-то из этого на ночь? Вот это очень даже можно будет на ночь. Если вы еще к этому пожарите или запечете какой-нибудь стейк или рыбу, кусочек, то организм просто вам скажет огромнейшее спасибо. На ночь, да? Почему нет? Белково-белково-клетчаточный ужин. Ну не на ночь, то есть не съел и пошел спать. А как у тебя ночь строится? Ты поел на ночь, потом полночи гуляешь? Потом полночи, да, ворочаешься. Нет, конечно, то есть финальный прием пищи в день. Можно себе позволить вот такую вот штучку, причем, да, она с чипсами. С чипсами. То есть это такой слом стереотипов. Да, вкусно получилось. Чипсы сохранили свою хрусткость. Ну пока, на самом деле, они размякнут. Поэтому подавайте их, пожалуйста, непосредственно перед подачей. Вот, чипсы попробуем. Это, кстати говоря, новинка, да? Да, это относительно новинка. Очень вкусно сделано, без какого-либо масла, взрывным способом. А еще расскажи, что за консистенция, сам за состав. Итак, здесь крупа кукурузная и крупа рисовая. Вместе они собраны и, не запекая, не обжаривая, сделаны вот в такой вот классный чипс. Максимально, максимально, насколько это возможно, конечно, натуральные ароматизаторы здесь. И все это максимально полезно. Да, значит, Даша купила чипсики, хочу похрустеть с фильмом. Но чтоб полезно было. Даша, тогда ты фильмы полезные тоже смотри. Ага. Так, значит, ты кушать захотелось. Валя, ну, действительно так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так аппетитно выглядит. Молодцы, наелись в эфире. Кать, да, спасибо. Мы молодцы, да. Мне очень нравится сюда приезжать. Да вообще, поели, поговорили, поболтали, пообщались, пошутили. Предоставили хорошее, по вам, предложение. Но главное, конечно, искать. Знаете, в чем проблема? В том, что выбор сейчас достаточно большой. Он действительно есть. Поэтому, а много, например, рекламы. Кто-то люди тратят деньги на рекламу, убавляя в качестве. Кто-то делает наоборот. Безусловно, да, нам, мы на бренды часто обращаем внимание больше. Часто обращаем внимание больше. На самом деле, это была тема основная стримов. И большие бренды приглашать. Смотреть, почему, за что такая цена. И юные, молодые бренды, которые действительно настолько ярко подтягиваются, создают конкуренцию, реальную конкуренцию. Но только о них чуть меньше знают. Вот сегодня молодой бренд, да, молодой бренд. Значит, Snack Fabric пришел к нам. В течение года они создают классную продукцию, которая уже составляет несколько различных линеек, да. Это и батончики, это и печенье, это и чипсы. Что еще, кстати, есть? Есть еще панкейки, о которых мы говорили. Панкейки. Панкейки, о которых мы говорили. Ну и еще есть планы. И еще есть планы. Есть планы большие. Смотрите, что они делают. Они дают нам нормальную цену. Они дают потрясающие ингредиенты. Они дают открытость в социальных сетях, когда вы можете посмотреть в прямом эфире и способы производства. То есть, все, о чем они говорят, они подтверждают фактом. И это здорово. И это здорово. Поэтому остается только радоваться. Есть, зная, что не надо читать, а точно ли там чего-то нету, а сколько здесь ГМО, а сколько сахара. Нет, мы раз поверили бренду, едим и нам хорошо. Давайте, сэр, вот что. Пять минут у нас остается. Цена. Да, цена, просто говорю, что еще в течение часа будет. В течение часа еще будет скидка. И мне вот, знаешь что, у тебя все комментарии так вот пролистываются, вот так вот вверх, вниз, ты видишь, да? Давайте-ка мы еще один конкурс. Прямо сейчас, пока есть у нас время, мы вот тот рандом, рандом, неожиданный рандом. Из всех комментариев. Просто? Просто? Просто. Что ты со мной делаешь? Просто кто-то сейчас получит набор продукции SnackFabric. Это будут батончики, это будут печенье, это будут пасты и чипсы. Вот такой вот наборчик, ребята, я вам предлагаю. Это будет упаковочка чипсов, упаковочка чипсов, это будет баночка пасты, это будет батончики SnackFabric. Говори, говори, говори. Кокосовые снекеры. В общем такой мини классный, эксклюзивнейший набор, который прямо сейчас кто-то получит. Три, два, один, стоп! Блин, когда конкурс? Просто, понимаешь, этот комментарий, когда конкурс? Все, не здрасте, не до свидания. Слушай, ну юзер мы можем определить? Юзер номер чего-то? Нет? Не получается у нас? Надо быть зарегистрирован? А если он напишет почту? Окей, давайте так, минута есть, юзер 908, видели, да? Если сейчас в течение минуты юзер не пишет нам комментарий, вдруг он ушел куда-то, и мы не знаем его имени, мы тогда переигрываем, просто не найдем, вот и все. Итак, погнали, 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 погнали. А юзер это значит, что не зарегистрированный? Да, он не написал свое имя, ну как бы не зарегистрированный. Так нужно быть зарегистрированным, чтобы получать такие призы, ребят, и что? Да, но мы не сделали это в конце, поэтому в любом случае мы даем ему шанс, минута есть, 56-57. Хорошо, подарочек, ребят, так что есть шанс еще победить, если не откликнется. Идите гляньте, что получилось. Какая красотища! Вот как это выглядит. Слои. Они уже немножечко пропитались, я думаю, что мы можем попробовать. Давай попробуем. Я уже ложечки принес. Держи. Спасибо. Так, сначала вот так вот. Попробуем ботанчик селить. Смотри, просто ресторанный десерт. Ну-ка. Что у нас получилось? Нежная творожная основа. Легко ощущается внутри шоколад. Такой терпкий немного. И печенюха. Ой, слушай, как вкусно. Вообще хрустящая, ну по сути дела сухая масса, когда вместе с такой приятной консистенцией получается очень вкусно. О, еще три минутки и будет просто изумительная штука. Классный десерт, низкокалорийный, максимально полезный, без единой капельки сахара. Ну что может быть лучше для того, чтобы удивить себя, удивить гостей? Ребята, угадывайте. Так, все, не было. Нет, юзер не отозвался, когда конкурс. Ребята, значит у вас еще есть шанс. Погнали. Поехали. Папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа. Напоминаю, это буквально вот прям здесь придумано. Папа-папа-папа-папа-папа-рай-рай. Лучшие. Итак, внимание, три, два, один, стоп. Инна Т, Инна Т написала вот что. Знак вот так вот, три восклицательные галочки. Инна, я тебя поздравляю, все, уже улетела, но я успел заскринить. Инна, ты победитель сегодня, ты счастливчик. На самом деле это реально мы не обсуждали. Эксклюзивный набор продукции Снэк Фабрик получает Инна, Инна, почту. Круто. И личные пожелания хорошей весны от Игоря Иванова. Конечно, конечно. Ну а хорошая весна, хорошая весна с хорошим продуктом. Это просто изумительная вещь. Надеюсь, что сейчас уже снег, который шел за окном, это последний снег. Все, все. Больше уже не надо. Спасибо зима, до свидания. Хотим пиноколады, хотим солнышек, хотим кокоса. Хотим ровного загара и хотим, конечно же, классных впечатлений. Отлично, Инна написала почту. Игорь, спасибо тебе огромное. Я тебе честно могу сказать, мой топ сегодня это, блин, прости, это ассорти из батончиков. Вот, понимаешь, 30 штук, 4 разных вкуса, они очень вкусные, ребята, очень. И я просто сразу понимаю, что они мне реально нужны. Я очень много мотаюсь туда-сюда, победать не всегда успеваю. А здесь и вкусные, и классные, и с чайком, и с кофейком на работе, да, и в дороге где-нибудь взять. Прям вообще топ, абсолютный топ. Значит, и чипсы. Вот, наверное, да. Наверное, это нравится. Вот эти. Особенно сметанолы. Попробуйте, ребята, тонкие, вкусные, полезные, без капельки масла, ничего не сжарилось, специальная взрывная система, рисовая и кукурузная крупа. Вот, то есть полезно и невероятно вкусно, на самом деле, по ощущениям, вообще не отличить от чипсов. Вот, в принципе, супер эфир. Да, я согласен с вами, это супер эфир. Игоря дальше провожаем на самолет, он идёт в Тольятти, потому что производство находится в Тольятти, он контролирует, хотя... Ты сам родом откуда, кстати? Как ни странно, из Тольятти. Серьёзно? Ну и дай бог, дай бог. Игорь, спасибо большое вашей команде, спасибо. Очень рад был, да. Как обычно, на этой кухне мы сотворили с тобой вкуснятину нереальную, и надеюсь, что вы будете пользоваться нашими авторскими рецептами. Очень рад был видеть, спасибо большое. Спасибо. Записал твоё мнение по поводу батончиков. Да, это правда, мой фаворит манго. И это очень хорошо. Ребят, спасибо вам большое, будьте на озоне, всё, увидимся совсем скоро. Обнимаю вас, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok